ПЕСНЯ «ПОКПИШИСЬ» 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 Ну ладно, начинаем, да? Рад вас всех видеть, приветствую. Привет. Всех, кто нашел мотив быть сегодня здесь. на нашей конференции под номером 2, слава Богу за это место, за то, что все получилось, за то, что мы собрались, люди приехали. И начать хочу открытие конференции с названием ее. Кто помнит, как называется конференция? Наше время! Аминь! Я специально вывел наш логотип, в прошлом году, помните, как она на конференции называлась? Обновление. Обновление, да? Там тоже был логотип, помните или нет? Кто-то помнит логотип обновления? Мы его сегодня не привезли. Я бы хотел немного объяснить суть, смысл. Потому что мы вот за это время, да, мы провели эту первую конференцию в прошлом году, и на самом деле мы только начинали тогда. мы заявили, что вот мы намерены двигаться, намерены открыть благотворительный фонд, начать реабилитационный центр, для того, чтобы строить тоже центр, для того, чтобы строить свое служение. И вот, на самом деле, да, вот если назад уже посмотреть, год прошел, и сделана работа определенная, то есть пробежали определенную дистанцию уже за все это, за это время. Открыли фонд, уже есть центр, уже есть люди, которые готовы служить, которые служат, уже есть те, кому оказывается помощь, да, уже как бы вот идет процесс, правильно или нет? Аминь? Аминь. И это чувствуется, на самом деле. Есть чудесным образом появившаяся территория, тоже, да, кто-то знает, кто-то не знает, может быть, сейчас не буду рассказывать, может быть, еще в процессе этой конференции расскажу, но тоже вот есть территория 30 соток, где собираемся весной уже все вплотную строить, есть стройматериалы, есть деньги на это. Поэтому как бы вот есть уже реальные дела, правильно или нет? То есть вот мы говорили, были слова, мы хотели, были мечты, но сейчас уже есть какие-то реальные дела. И это действительно факт. И мне это вот именно больше всего и нравится. И я помню, мы с Женей со Светиком думали, какое название дать благотворительному фонду, выписали очень много всяких названий, придумал, придумал, что мы хотим отобразить. И, ну, в итоге вот выпало у нас так, выбрать наше время, название. А благотипа еще не было, появилось только название. Даже, наверное, открыли фонд уже, благотипа еще не было. Как вам, нам что, нравится это? Да, очень. Мне нравится. Я чуть-чуть расскажу, как он появился тоже. Потому что для меня там есть тоже определенные духовные символы, как это рождалось. Вот. Но сейчас я хочу вам прочитать концепцию, как презентация. Потому что у нас есть сайт тоже так же, да, вот этого благотворительного фонда. И мы постарались там отобразить вот наше видение, нашу концепцию, да, наше, да, вот, что мы хотим на самом деле, да, что мы хотим этим сказать, для чего мы все это создали. То есть, ну, действительно, это серьезно. То есть, это не просто, вот, я понимаю, что, ну, вот, сделали организацию, под нее, там, подогнали цели уже, там, и так далее. Нет, это на самом деле, вот, именно действительно, вот, и видение-то, оно в этом и заключается. И весть, она именно вот в этом. То, что вот я вам сейчас прочитаю, что написано на сайте, что будет написано у нас на листовках. Сейчас действительно наше время, и этим все сказано. Сейчас наше время жить на этой земле. Раньше жили наши предшественники, и тогда было их время. Потом будут жить наши потомки. Время тогда будет принадлежать уже им. Время есть самое ценное, что есть у каждого живущего человека на земле. Потому что пока есть время, у нас есть возможность действовать. Возможность что-то творить, создавать. И это является настоящим смыслом жизни для человека. Вопрос заключается в том, что же мы оставим после себя. Что скажут про нас следующие поколения. В каком состоянии достанется им земля, страна, город. Нет, мы не Гринпис. И нас волнует больше не вопрос экологии и окружающей среды, хотя это тоже очень важный вопрос. Нас больше волнует вопрос мышления людей и здорового общества. То есть правильное отношение между разными поколениями, живущими в один период времени на земле. Мы осознаем, что именно в этом заключается процветание и здоровье нашего с вами общества. То, что мы оставим после себя, зависит от тех целей, которые мы ставим перед собой сейчас. Что мы выбираем? Как мы мыслим? Лишь бы прожить свою жизнь, а дальше будь что будет, как эгоисты? Или все-таки для нас важно то, что мы оставим? Очевидно, что это так. Очевидно, что в одно время на земле живет и пересекается между собой несколько поколений. Первое – это поколение отцов. Это уходящее поколение, которое уже прожило основную часть своей продуктивной и творческой жизни. Второе – это мы, то есть те, кто сейчас находятся в максимальной творческой и физической активности. Третье – это дети, то есть идущее за нами поколение, которое мы воспитываем. Таким образом, именно наше поколение сейчас имеет влияние и связь с другими двумя поколениями. Мы именно те, кто сейчас в большей степени отвечает за землю. Мы те, кто должны сейчас оказать должное почтение родителям, чтобы они спокойно смогли передать нам все накопленное ими. И мы те, кто в ответе за воспитание детей. То есть мы сейчас закладываем ценности в следующее поколение. Сейчас во всем мире остро ставится вопрос – а что же будет дальше? Дальше? Ответ очень прост. Дальше будет то, что мы оставим после себя. Дальше будет то общество, которое мы воспитаем сегодня. Дальше будет жить то поколение, которое мы воспитаем сегодня. Захочет ли оно почтить нас как отцов? Будет зависеть от того примера, который мы покажем им сейчас, нашим отношениям к уходящему поколению. Сможем ли мы что-то оставить действительно ценное? То есть реальные дела, которые мы смогли сделать не только для самих себя. Потому что именно реальные поступки способны влиять на историю и быть чем-то вдохновляющим до следующих поколений. Поэтому мы и говорим – сейчас наше время. Аминь? Аминь. Немножко дошло, да? Что значит наше время? Что действительно вот время – это очень ценно. Мы иногда не так относимся к нему, как действительно нужно к нему относиться. Иногда вот лишь бы прошло, лишь бы дождаться. Спим много, да? Ерундой какой-нибудь занимаемся. Но не ценим. Постал Павел сказал, дорожите временем и быть не лукавы, знаете, да? Но я посмотрел греческий перевод, и настоящее слово, которое употребляет апостол Павел, вот по-гречески оно звучит – выкупайте время. Выкупайте время. Выкупайте время. И это немножко другой смысл, правильно? Когда он говорит – ну да, дорожите, все хорошо. Но выкупайте время – это уже для меня нечто большее. Это то, что, ну на самом деле, куда стоит вкладываться, да? Поэтому вот я понимаю, что время сейчас наше. И я как бы рад, что вот те, кто приехал, все-таки нашли вот эту мотивацию приехать, потому что именно, да, потратить деньги, потратить время, да? Но я вот хотел бы, чтобы это было именно действительно, вы поняли, что именно ценность. Вы выкупаете нечто большее, да, чем просто вот, ну, сэкономить где-то, да, сохранить какие-то деньги, да, или еще что-то. Потому что мы можем сейчас просто… Почему я тоже сказал про поколение? Потому что вот наше поколение – это именно примерно вот то, что… Кто мы сейчас есть, от 30 до 50, примерно 40 лет, да? То есть когда человек входит в свою полноту, на самом деле, осознанность, серьезность. И вот здесь, на самом деле, принимаются основные решения в жизни. Что ты будешь действительно делать в своей жизни? Потому что, ну, часто бывает, что когда мы молоды, мы намного готовы, да, много хотим, там, пытаемся сделать. И вот мне на ум приходит этот пример с Моисеем, который, ну, там у него было по 40 лет каждый раз, да, но это больше вот этапы были. И помните, он когда захотел служить Богу, когда он был сыном дочери фараона, жил в Египте, и вот пришло ему на сердце, он понял, что вот он Божий народ, вот оно его призвание, вот он сейчас готов, горячий, молодой, и он попытался, и что, у него не получилось, правильно? Он убил египтянина, он убежал, оттуда его хотели убить. Свои братья его не стали слушать, сказали, кто тебя сюда поставил, чтобы нас судить, ты, может быть, нас тоже хочешь убить, кого-то из нас, как вчера убил египтянина. Он расстроился, у него не получилось войти в то, что он должен был войти на самом деле, правильно или нет? Он же знал, кто он. Мы иногда знаем, кто мы, да, мы не имеем в какой-то глубине эту мечту, призвание от Бога, понимание, потенциал. Вот это понимание, знаете, вот через что мы должны понять, вот то, что многие из нас призваны к чему-то в этой жизни, потому что живы остались, да, потому что вот это вот поколение наше, да, по молодости, в девяностых, да, все попало там под определенную косу, да, смерти, наркотиков, беспредела всего этого, да, немногие сохранились. И вот, когда Моисей родился, у него же примерно то же самое было, помните? То есть он чудесным образом был спасен и был посажен в дом фараона, выращен там, да, наделен силой, властью, мудростью, и ему было это открыто, что он для чего-то предназначен. И мое вот это вот желание, я понимаю, понимаете, что апостол Павел говорит, не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящего его. Знаете, да, такой стих. Мы иногда думаем, что это вот, вернее, мы иногда используем эти стихи, вырываем из контекста, и говорим, что он не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящего его. И мы не знаем, что там нам Бог приготовил, Бог нам что-то приготовил и так далее. Но знаете, что апостол Павел дальше говорит? Кто знает? Но нам он открыл этот дух, мы смотрим. Понимаете, он говорит, что он дух открыл. И мы где-то вот в глубине мы знаем, мы понимаем, мы чувствуем. Ну, я в это верю, я хочу, я хочу в это верить. Потому что христиане, они такие настоящие. Понимаете, они понимают, что просто так Христос тоже не спасает, просто так Христос не приводит в свою команду, правильно? Он, когда набрал этих апостолов тоже, да, для каждого из них была определенная миссия, определенное дело, и они все ее исполнили. И нет ничего лучше в своей жизни исполнить волю Божию. Аминь. И мы к этому все стремимся. Это есть самое лучшее вообще смысл жизни, воплощение жизни, чтобы просто исполнить волю Божию. Но для того, чтобы ее исполнить, ее нужно узнать. Аминь. И для того, чтобы ее исполнить, ее нужно захотеть исполнить. И если мы не будем искать Бога, на самом деле, не будем собираться, не будем относиться к этому серьезно, мы ее как бы и не исполним. Потому что это действительно серьезно. Потому что, вот знаете, вот мы в середине жизни. И я тоже был, вот как бы вот, перед тем, как войти полтора года назад, прежде чем Бог меня, наверное, позвал, я тоже, наверное, не мог сказать, что вот я вошел. Но когда Бог начал вести по-настоящему, говорить, открываться, направлять, побуждать к настоящим реальным делам, вкладывать эту свою мечту в сердце, я понял, что, ну, это другое, что Бог, похоже, живой на самом деле. Потому что я, как бы, знал Бога, любил Бога, но это была больше теория такая в моей жизни. Но когда вот Бог призвал, я понял, что Бог призывает нас, Он хочет работать со зрелыми, со взрослыми, на самом деле. Ему нужно это, чтобы вот эта осознанность, да, чтобы вот твое вот это желание Ему служить не было, просто вот этой эмоцией молодой, такой, Бог, я отдаю тебе свою жизнь. Я помню, я отдавал Богу свою жизнь, когда только уверовал, первые какие-то годы, и мне это было, как бы, легко, я не имел ничего, я был в центре, и я отдавал Богу свою жизнь, но я чувствовал, я не чувствовал веса в этих словах сам. Но вот сейчас это другое. Поэтому я хочу вам это передать, что помните, когда Моисеев пришел в возраст, да, то есть, и есть вот это понятие прийти в возраст, прийти в возраст, прийти вот в эту ответственность, когда ты уже отвечаешь за свои решения, когда уже ты полностью отдаешь себе отчет, когда ты уже и то попробовал, и то попробовал, да, когда у тебя есть опыт, когда ты был нехристианином, когда ты был христианином, да, и понимаете, для меня христианская жизнь не заключается в том, чтобы просто ходить в церковь, понимаете или нет? Я увидел, что есть разные понятия, ходить в церковь и быть церковью, аминь, потому что быть церковью это соль земли, это свет миру, это наполненность святым духом, это водительство святым духом, это завет с Богом, это другое, это то действительно, что Бог хочет, чтобы мы вкусили на самом деле, это то, ради чего Христос пришел, собрал эту команду, показал им, водил их за собой и показывал им, что это такое на самом деле. И вот я думаю, что мы сейчас начинаем, мы на самом деле не потеряли время, я верю в это, что мы не потеряли, что мы для Бога сейчас очень хороший материал для того, чтобы сделать что-то серьезное в этой стране и даже влиять на мир. Может быть вам кажется, что ну как мы можем влиять на мир, но Христос он так видел, он так воспитывал своих учеников, что вы будете свидетелями здесь, потом дальше, и потом дальше, и потом по всему миру. И если мы об этом не мечтаем, если мы это не хотим, то нас трудно назвать учениками Христа, потому что он всегда закладывал глобальные цели и всегда преследовал глобальные цели. И не нужно бояться мечтать о глобальных целях, потому что, ну, вся тварь с надеждой ожидает откровения Сына Бога. Потому что сыны это взрослые, взрослые христиане, которые уже с пониманием дела отдают Богу свою жизнь. Вот почему я заговорил про Моисея? Помните, Моисей, он сначала вот рванулся служить Богу, а когда Бог уже его призвал, в горячем кусте, он сказал, пошли кого-нибудь другого. Потому что он уже понял, как это будет тяжело, он понимал, что ему сейчас опять придется идти к этому твердому народу доказывать, показывать, сначала своих убедить, потом с фараоном разговаривать. И, ну, представляете, он уже понимал, что его уже делать. И на самом деле, вот, настоящее служение Богу, это когда ты понимаешь, что тебя ждет уже. Это не когда ты бразаешься просто вот такой молодой, горячий, и тебе все равно, что будет. А именно, когда ты, ну, может быть, нет, но потом, как тот сын, да, в винограде, которого звали работать, сказал, не пойду, но потом пошел. Поэтому, ну, я вот верю, что Бог хочет поднять такое поколение. И я верю, что мы подходим под это, мы подходим под это, что мы не просто вот, ну, сейчас не старички, которые уже, да, заканчивают свою жизнь и уже им действительно просто вот доходить бы в церковь. Мы вот в полном рассвете сил и можем начинать задумываться о том, ну, что ждет нас. Представляете, апостол Петр был рыбаком, разве он знал, что, что вот свою судьбу вперед. Откуда ты знаешь, какая у тебя судьба на самом деле? Откуда ты знаешь, что Бог хочет для тебя по-настоящему? Поэтому я сегодня хочу сказать, что сегодня наше время, наше время, оно есть. И это самое ценное. И Бог начинает говорить по-настоящему людям вот именно вот в этом рассвете сил. Потому что это самое продуктивное. Вы помните, знаете, сколько примерно было лет поколению, которое вошло в землю обетованную? Не 20, примерно 40, потому что 40 водили их отцов, пока вот там, да, они не умерли. Соответственно, это были уже примерно люди под 40 лет, которые вот, ну, должны были войти в землю обетованную. И, ну, как бы вот для символа просто уже это там объяснение. Я объясню, как это родилось, потому что оно не родилось как вот рыбка, да, похоже на две рыбки, да. Когда-то я хотел иметь такой логотип овальный просто. Вот у меня был в голове овал, но я не знал, как наше время можно писать в овал. У нас было просто наше время и часы. И мы попросили дизайнера, и он нам сделал просто наше время, а поиграл только вот всеми остальными, там, размером букв и порядком. И я помню, вот этим летом я пришел, вот мы жили в деревне с ребятами, работали, начинали центр. Время было достаточно такое тяжелое. Приходилось много молиться. И вот однажды я пошел, вечером все спать легли, я пошел молиться. Просто захотел поговорить с Богом. Говорю, Бог, поговори просто со мной, что-нибудь просто мне. Потому что всяким, не всяким хлебом жив человек, но всяким словом. И просто мне нужно было, чтобы Бог... И я не знаю, я что-то ручкой... Я взял ручку, я что-то писал, и потом я начал рисовать. И вдруг я вот решил, попробуй нарисовать логотипы. Я увидел что-то, ну, именно вот это. Потому что я это пытался отобразить, что, знаете, как время наше на этой земле, оно как... Ну, мы начинаем с маленького, да, мы маленькие. И мы растем, растем, у нас есть пик активности. И потом мы опять стареем, увидаем, увидаем и опять уходим. И я вот именно вот это вот увидел, вот этот вот процесс в духе, что на самом деле это очень важно понять, понимаете. Что очень важно именно вот на этом пике активности не затормозить, использовать его правильно. Понимаете, что этот пик активности, он есть, он существует, он как вот это вот наше время, понимаете. Ну и вот так вот это вот родилось. Я пошел от маленькой буквы к большой, оно вот так выросло, потом решил сделать овал. Ну, получились хвостики. И об этом можно тоже сказать, что мы, мы как Елисей, который после Илии, который попросил двойного духа, мы хотим быть не просто рыбкой, а двойной рыбкой в обе стороны и совершенной такой. Поэтому, еще раз хотел бы вам сказать, то что мы повзрослели, нельзя всегда тренироваться только. Потому что однажды нужно начать по-серьезному играть. Да, ну я это говорю там, да, про спорт, профессиональный игрок, да, что профессиональный игрок, он не тренируется только для того, чтобы тренироваться все время. А он хочет играть. И мы должны начать, мы можем начать, мы уже начали, у нас уже получается. Время действовать, наше время. Время быть церковью, время быть невестой, время быть подобными Христу. Мне очень нравится такое выражение, вот его невеста как полки со знаменами, знаете. И это действительно полки со знаменами. Время вот входить в возраст. И вот сейчас хотел бы, чтобы мы молились и открывали эту конференцию именно с тем, с таким пониманием, с таким видением, с таким сердцем, может быть, что просто сказать Богу, вот я. Знаете, это как для меня самая духовная молитва. Самая духовная, она может быть короткая, но она отображающая, на самом деле, вот самый смысл вещей, потому что, как бы, когда ты можешь сказать Богу, Бог вот я. И все. Как помните, Павел, когда его Христос коснулся, он говорит, что повелишь мне делать, Господи. Что повелишь, все. Кто ты, Господи, я Иисус Христос, что повелишь мне делать, все. Ну, другими словами, тоже вот я. Поэтому нет никакого направления. Мы эту конференцию сделали так, что вот я пригласил ребят, которые, как бы, сердцем с нами живут в других городах, тоже, как бы, разделяют, да, мы пытаемся на них тоже как-то вот влиять, как-то, да, чтобы Бог на них тоже влиял, показывать пример, что мы что-то делаем в реальности именно для Бога, именно хотим служения. И то, что мы способны, на самом деле, служить Богу именно мы. И мы эти источники, через которые Бог хочет говорить, на самом деле. Бог хочет влиять именно на землю, на это поколение. Действительно, уже многие поведники сейчас, в последнее время, говорят, что закончилось время, говорящего голову. Знаете такую формулировку? Может быть, кто-то слышал или нет. То есть, как бы, закончилось время вот этих единичных, или заканчивается единичных помазанников. Понимаете, что вот это вот действительно формулировка, вся тварь, все творение с надеждой ожидает откровения самого Божия. Что настает время, что нужно перестать гоняться вот за именами, за проповедниками, за помазаниями и так далее. Понимаете, Бог хочет говорить нам, через нас же. Аминь. Понимаете? Поэтому это самое ценное для меня сегодня и в эти дни. Поэтому я позвал ребят, и я хочу услышать, что Бог говорит через них, им, нам, мне и так далее. Потому что это ценно на самом деле. Может быть, мы еще не такие великие проповедники, и не умеем так эмоционально говорить, чтобы вот так вот, да, доводить людей до покаяния. Но я уверен, что Бог говорит. Аминь. Я уверен, и я этим живу. И это самое ценное, потому что на самом деле нам это нужно всем. Ощутить, как Бог говорит. Что Бог говорит именно нам, конкретно, здесь. Как нам двигаться, куда нам идти. Аминь.